Всем пламенный хеллоу! И сегодня мы продолжаем гулять по замечательному городу Базелью и заодно учить английские слова. Итак, начинаем. Вот идет трамвай. По-английски будет tram. 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 Tramвай. Tram. Очень часто в городе можно встретить тумбу с афишами. По-английски это будет poster stand. Тумба с афишами. Poster stand. Перед нами ратуша. По-английски это будет Mayoralty City Hall. Ратуша. Mayoralty City Hall. Ратуша – это орган городского или посадского управления, или здание городского управления. То, что мы называем администрацией города. Город полон автобусов. Bus. Машин. Car. Трамваи. Tram. А вот и магазин. Шап. Магазин. Шап. Кстати, вы знаете что-нибудь о магазине Бада? Я знаю, что история этого магазина насчитывает более трехсот лет. Там вы можете приобрести одежду. Обувь. Шюз. Сумки. Пагз. И другие аксессуары. А вот перед нами billboard. По-английски так будет. Billboard. Billboard. И снова мы видим тумбу с афишами. Poster stand. Тумба с афишами. Идем дальше. Садимся на трамвай. Трамвай по-английски будет. Вы помните? Tram. И едем дальше. И как вы думаете, куда мы прибыли? Мы с вами на железнодорожном вокзале. И железнодорожный вокзал по-английски будет. Railway station. Так как Базель является пограничным городом с Францией и Германией, то не мудрено, что в этом городе есть два вокзала. Французского направления. Французского направления и немецкого. Мы сейчас находимся с войны, судя по буковкам, на территории немецкого вокзала. Здесь мы увидим буквы D и B. Что значит Deutsche Bahn. Это значит, что это немецкий железнодорожный вокзал. С него вы можете отправиться в Германию. Отправиться я громко сказала. На самом деле границы Швейцарии и Германии проходят по территории самого этого вокзала. Давайте посмотрим. Заходим внутрь вокзала и смотрим, что же мы можем встретить здесь и какие слова мы можем выучить по дороге. По дороге мы встречаем стойку информации. По-английски это будет Information. Конечно же, вокзал невозможен без табло с расписанием. Board. Табло. Board. Где мы можем посмотреть прибытие и отправление поездов. Прибытие. 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 Отправление. Отправление. А вот и кафе. По-английски «кафе» будет Кафе. Кафе. А сейчас идем в направлении к платформе, куда подходят поезда. Платформа. Поезд, кстати, будет train. А вот и границы Швейцарии и Германии. По-немецки это будет zol, а по-английски border. На этом наше небольшое путешествие на сегодня заканчивается. Надеюсь, что это видео было интересным и полезным для вас. До встречи в следующих видео, где мы продолжим наши прогулки по городу Базелю. И продолжим изучение английского языка. А на этом все. Bye-bye. И спасибо за просмотр.